Коротко о главных событиях недели. Нашли девочку Антипову Маргариту, которую мы искали с 1 января. Нашли ее убитую возле речки, недалеко от речки, там церковь какая-то. В общем, в этом районе нашли ребенка. Тело, как говорят очевидцы, свежее, не сохранилось. Возможно, это случилось недавно. Все время ребенка искали в реке, так как были найдены там курточка ребенка, свитеры, еще какие-то вещи. На протяжении всего времени мы просили у тех, кто занимался следствием этого дела, чтобы искали ребенка не только в реке, а искали в заброшенных местах, подвалах, дачах. На кладбище просматривали, нету ли свежих ямок и тому подобное. На что были откликнуты волонтеры, приезжали там что-то, смотрели, искали. Как мы говорим, Альта, вот Альта, Дельта, Альта, какие-то отряд, который поисковый, тоже был назначен. Много чего там было назначено, но так ребенка не нашли. Хотя он находился недалеко от речки. Если хотя бы прочесать эту речку, посмотреть толком, что-то уже там бы нашли. Ну, непонятно, почему ребенку 10 метров от речки не нашли. Да, там свежую яму и там еще какие-то построения рядом есть. Возможно, это кто-то видел. Дело набирает очень серьезный оборот. Кто-то мне... Нашлись какие-то люди, которые говорят мне, что они занимаются этим делом от начала, и кто я такой, и тому подобное. Я тот человек, который от начала искал кого-то, кто будет не праздновать праздники, а искать этого ребенка, чтобы помочь ему. Вот кто я. И спасибо Сергею Александровичу Глушкову и Светлане Цибульской, что отозвались. И еще много женщин с комитетов. Я всех фамилий сейчас не помню, но много кто со мной созванивался, и мы поднимали этот вопрос. И сейчас я всех вас прошу, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите заявление по поводу того, чтобы это дело не дать успокоиться, чтобы разбирались по поводу судьбы этого ребенка, что произошло, кто виноватый и тому подобное. Если виноват и следственный комитет, которые вот эти следователи, которые отнеслись халатно к этому делу, тоже пусть будут привлеклены к ответственности. Есть подозрения на то, что ребенок подвергался насилию, потому как ее нашли без одежды. И это спланированное убийство, очень запутанное, потому что одежда в одном месте, ребенок находится в другом месте. Есть какие-то следы ДНК, анализы сейчас ждут. И все это в ближайшем времени мы узнаем. Друзья, пожалуйста, распространяйте информацию, интересуйтесь этим ребенком, этим делом. Не давайте так, чтобы это дело, это ребенок, чужих детей не бывает. Тем более, этого ребенка не могли найти два месяца. Как говорят очевидцы, что тело девочки очень в хорошем сохранности. По всей вероятности, это могло случиться уже позднее того момента, как мы ее начали все искать. То есть, возможно, ребенок был живой все это время и ждал помощи. О чем неоднократно просили многие люди, что просили, ищите, пожалуйста, ребенка не в реке. Возможно, она будет живая. Возможно, пройдет время и вернется этот ребенок. Но прошло время и нашли этого ребенка не в реке, а рядом, недалеко, с речкой и убитого. Это преступление, ребят. Над этим нужно всем разбираться. И те, кто не слушал, не занимался этими делами, тоже должны быть привлечены, потому что это их ответственность. Так любой маньяк может взять, убить, взять ребенка, издеваться, насиловать его, кинуть в речку его вещи и все. Ищут в речке и пожалуйста. Но ребенка, если в речке нет, если с ним что-то происходит, вот как сейчас в данном факте, факт указывает, что ребенок не утопился, ребенок в другом месте. Если сейчас подтверждятся анализы, то, что ребенок еще подвергался насилию, и то, что он это все время, долгое время был живой и нуждался в помощи, это будет еще серьезнее дело. Кто за это будет отвечать? Есть какие-то органы, которые занимаются этим моментом, которые должны были разыскивать, проискивать. Это село Порховое, Псковская область. Оно маленькое, там по населению, можно было проверять все. Тем более это ребенок, это пропал. Ни маленький, ни собачка, ни взрослый человек, что где-то как-то там пошел и забудет. Это пропал ребенок. Это касается всех людей. У всех у нас есть дети. Не дай бог, вот так вот с каким-то ребенком произошло вот такое. Что бы было тогда для вас? А если вот так вот будут относиться халатно к таким вопросам, моментам, то для чего тогда мы все взрослые люди растим наших детей, чтобы когда-то какие-то маньяки над ними поиздевались, выкинули в речку, и никто их больше не искал, и когда нашли, ну как-то все относились халатно. Нужно разбираться с этим всем.